Продолжаются работы по обновлению и ремонту Бердских медицинских учреждений. Что сделано на сегодняшний день и что запланировано сделать в течение текущего года, узнавал Аркадий Ефимович. Много ремонтных работ произведено в прошедшем году в корпусах Бердской центральной городской больницы, в которой в городе всего 23. В 2018-м обновление медучреждений города продолжается. Бердское здравоохранение центральной городской больницы закончилось 2017 год с хорошими показателями по Новосибирскому области. Мы провели очень много в этом году ремонтов и проводим их. В минувшем году Бердскому здравоохранению было выделено порядка 81 миллиона рублей. В этом году сумма предполагается намного меньше. Пока запланировано 24,5 миллиона, которые будут выделены городу из областного бюджета. Большая сумма у нас пойдет из этих денег, естественно, пойдет на те ремонтные работы, которые у нас были запланированы на 2018 год по Пушкину 172. Это примерно где-то будет миллионов 10-12, вот так где-то туда уйдет. Напомним, что на Пушкина 172 остаются работы по наружному облагораживанию. Внутренние работы практически завершены. Приемка состоится, по словам главного врача, в конце января. По окончании приемки будет завозиться необходимый инвентарь для запуска педиатрического отделения и женской консультации. Запуск стоматологии состоится позже, так как это процесс более трудоемкий. Юрий Краморов рассказал, что президентом Российской Федерации объявлено десятилетие детства. И большое внимание будет уделяться детскому здравоохранению. В этом плане, я думаю, что будут выделены дополнительные какие-то финансирования на ремонты детских, только детских поликлиник. Если в течение года будет появляться дополнительное финансирование, я имею в виду областного бюджета, в Министерстве здравоохранения, конечно, нам будут выделять деньги на ремонт. Часть из уже запланированных средств будет направлена на ремонт кровель больничных корпусов, ремонт детского и взрослого инфекционных отделений и ремонтные работы в детской поликлинике номер один. Первые средства в сумме 6 миллионов 700 тысяч рублей должны поступить в начале февраля. Продолжение следует...